Ну что, первое утро в Брисбане. Вчера, конечно, день жесткий был, прилетели, ливень сильнейший, задержка с самолетом. Он кружил, заходя, обходил грозовой фронт, зашел на посадку, в самолете, черт знает сколько сидели. Смотришь по бокам из иллюминаторов, а там все затоплено вокруг. То есть, ну, видос, знаешь, как будто прилетели в какую-то, ну, катастрофа, фильм катастрофа. Водитель, слава богу, нас дождался, потому что мы с таким опозданием вышли из аэропорта. Он написал, все, хорошо, что у меня телефон работает, все, я позвонил ему, он, да, я жду. Вышел, нас поймал, где мы, с моим именем стоял, все, забрал, на микроавтобусе довез. Причем он выезжал тоже, едет, опа, дорога перекрыта, прямо в аэропорту, затоплена. Следующий, нашел, выехать, выехал, едет, блин, а, как я обратно, поеду мне обратно, еще надо ехать. Такой разговорчивый китаец, еще подоговорящий, но разговорчивый. А встречная дорога уже перекрыта, туда чуть-чуть выше, короче говоря, ехали, приехали в центр, у нас довез, ливень льет, чем бананы выбросили. Хозяйке, пишу, как зайти в здание, где взять ключи, она не прислала ничего. Дозвонился кое-как, мне говорят, что сейчас выслали мне адрес магазинчика, в который идешь, и тебе там выдают ключи. А льет дождь. И хорошо, что у меня была такая пластиковая, одноразовая, этот, как пончо такой. Да, вот сейчас посмотрите, как Иван выглядит. Я на это, да. Я его одел, подбежал там в магазин, забрал ключи, мы, наконец, зашли. Решили сходить в магазин вчера. Ну, кушать, купить в магазин, да, слава богу, вот прямо здесь рядышком. Подходим, но написано закрыт, в 5.30 закрыли из-за наводнения магазин, чтобы люди, наверное, домой могли добраться, я не знаю. Все, во всех, со всех крыш в этом магазине течет, я не знаю. Вот не хватает строителей, действительно. Ну, текут все здания, в аэропорту мы идем, все течет сверху. И тазики стоят? Тазики стоят, здесь заходим, весь торговый центр этот течет. Ужас. И, короче говоря, раз еды не купить, второй магазин закрыт. Пошли в этот маленький магазинчик, купили просто воды, два бомж-пакета. Да, я имею в виду эти нудлсы, ну, быстрого приготовления. Мишель эту с сыном съели, Илонка отказалась есть. Сказала так, поела там сухофруктов, мы с собой брали для ребенка. И все, попили воды и пошли спать. Часов в 9 легли, и в 4 утра подъем. Дети с 8 спали, потому что мы срочно. Ну, потому что разница минус 3 часа. Да, получается, по местному времени в часа 2-3 ночи встали, в предыдущий день. И тут приехали, плюс все их приключения устали. Ну, ничего, сегодня утро, вот с собой взяли чай. Хорошо, что там по мелочи покидали. Чай попьем сейчас, в 7 утра будет, пойдем в супермаркет завтрак покупать что-то. Потому что, ну, по-другому не получится. Вроде написано было, что в 7 утра откроется, дождь прекратился. Да, кстати, если сравнить аэропорт Окленда и Брисбонов, то Брисбонский какой-то такой неопрятный, обшарпанный, и все течет. Да. Вообще, Оклендский намного красивее. Да. Ну, вот здесь, вот видите, вроде бы... Да, это мы на 8-м джиповом, да? Да, здесь 29 или чуть-чуть. Ну, в самом центре, но здесь какой-то вид такой не очень. Ну, трущобы сразу попадаются, да. Еще ничего. Трущобы, конечно же, попадаются, как и в Окленде, в центре такие места есть. Частная земля, ничего не сделаешь. Вот это вот, видишь, ресторанчик, какой-то ночной клуб тусовочный. Потому что столики расставлены, стульчики тусуются. Ну, в общем, да. Сейчас мы, чтобы не затягивать, пойдем в магазин и покажем, что мы купили. Да. И немножко вообще будем снимать наших дней, так что будут в ближайшее время выходить такие влоги. Место, кстати, где мы остановились, называется, как оно там? Да я не помню, знаешь, это Альфред Стрит. Альфред Стрит здесь, ну, это этот Вэлли, Вэлли, как она? А Форсетет Вэлли. Форсетет Вэлли, да, называется. И здесь удобно, конечно, здание, потому что вот сразу же, во-первых, небольшой этот Вулвардс, типа Каундаун, как в Новой Зеландии, одноэтажный хрень. Пешелезнодорожная станция прямо там же. То есть, в принципе, вот можно сразу добраться. То есть, все в пешей доступности очень удобно. Расположение хорошее, да, о квартире мы расскажем чуть позже. После шторма в магазинах пустые полки. Ну, вообще, всего очень мало, выбор маленький. Все смели. Что-то найти вообще тяжело. Вообще пустые полки из-за наводнения, жесть. Берем такую. Ходим. Посмотрим сейчас. Так что, очень тяжело что-то найти. Абсолютно все пустое. И овощи, и фрукты, и хлеб. Очень маленький выбор всего. Короче, начали мы искать дома. Сегодня вообще у нас день не задался. Сегодня мы пошли вообще в этот сходить. Сходить и пошли. Думали, банковский счет открыть. Подходим, банк закрыт. Я набрал номер, звоню. Что такое? Они говорят, а мы не работаем, потому что наводнение. И поэтому мы не можем работать. Общественный транспорт полностью был парализован. И в Бризбане сегодня общество с трассой не ходил. Электрички не ездили, автобусы не ездили. Ничего не ездило. Короче говоря, банки закрыты. Я говорю, ладно, давай попробуем. Может, поедем тогда в какое-то другое отделение. Он мне говорит, а, ну, далеко придется ехать. Если машин нет, не уедете. Начал искать. Думаю, права пойдем поменяем. Нет, то же самое. Все отделения, это дорожные службы, вот это и все закрыто. Сегодня написано, вроде как завтра должны открыться. По крайней мере, в интернете написано. А по банкам вообще они даже не написали нигде. Ни объявлений, ничего. У нас хотя бы было зарезервировано, с ними место и все. Ну, ладно, смысл не в этом. На время, да? Потом говорю, ладно, давай, мы аж попробуем машину. Попробуем нашу, поедем, купим уже, перечислим деньги из зарубежного аккаунта. Я имею в виду снова из-за зеландского. Звоню, мне поднимают, пишу. Не, мы сегодня тоже не работали. Короче говоря, вообще никто ничего не работал. Супермаркет, слава богу, с утра открылся, пошли, вот то, что поесть взяли, нормально купили. И то, воды нету, полки на полках, вода снесена. Я потом еще раз сходил, вроде что-то выбросили по мелочи. Воды нет. Потом сходили днем в супермаркет, хлеба нет. Тоже воды именно обычной, газированная есть, обычной воды нет, хлеба нет. Туалетной бумаги во многих местах тоже очень мало, лимитированная. Я не знаю, что происходит, если честно, но в Зеландии у нас, ну да, люди тоже заболевают, коронавирус и так далее. Нет, ну они же сказали, что это из-за наводнения, что люди побежали, все схватили. А бумага, ну неважно, половины продуктов вообще не было. Мы зашли, курицу думали гриль взять, но взяли потом в другом магазине тоже, опять же, пять штук там выбросили. Народ разбирал сразу. Это все из-за наводнения. Одним словом, да, наводнения и, короче говоря, вот такая вот ситуация. А сейчас, ну давай, давай, посмотрим, будем дома резервироваться, чтобы посмотреть. Так вот сейчас, чтобы посмотреть просто дом или квартиру, уже заполняешь application целую, целую форму об аренде. То есть все о себе рассказываешь, вплоть чуть ли не до группы крови, да, и жесть. Вот на один дом заполнить, ну, полтора часа. Это, конечно, жесть. Там, чего только не просят. И документы, и права, и предложите, и расскажите, и где жили, и пять мест жилья, и пять мест, чуть ли не пять, ну ладно, я тут утрирую, конечно, не пять, но два места работы предыдущих, два предыдущих жилья, где вы жили. Короче говоря, вообще вот такая вот это, заполнять, я не знаю, такие вопросы. А сколько ты, три дома заполнил? Ну, три дома, ну, первых, у Ray White компании, да, у них полегче было, у них поменьше. У них были другие вопросы, глупые, да, и вопросы были другие, чуть-чуть. У всех вопросы различаются, но все равно смысл не в этом, причем. Ну, тут чуть-чуть я накосячил, неправильно написал, потому что усталость еще сказывается. Вот попытался позвонить этой работнице, она не берет трубку, завтра, надеюсь, перезвонит мне, и пообщаюсь с ней, объясню. Ну, так вообще, вот, конечно, тяжело, тяжело с арендой. Раньше намного легче было, сейчас как-то, тем более здесь, я не знаю, как у нас там, но здесь вообще посмотрим. Ну, конечно, без дома мы не останемся, будем через Airbnb что-то искать, продлевать, но, знаете, по тысяче в неделю тоже не хочется, потому что Airbnb, сами понимаете, там в два, а иногда в два с половиной раза дороже стоят, чем обычные, чем обычные эти. Поэтому, ну, поживем, посмотрим. На улице, конечно же, мы ночевать не будем. Ну, это на первый день, посмотрим, что будет дальше. Да, посмотрим. Так что оставайтесь с нами. Телефончики, ну, короче, все, делаем, целый процесс переезда. Так, подошли мы к реке. Это вот последствия наводнения. Все затоплено. Так, вон, смотри, калитка где. Ты видишь, это все столбы, там пешеходы ходили. Видишь, вот калитка. Да. Вон столики, видишь зонтики? Ого. Где столики стояли. Да. Типец. Там внизу кафешка была, когда-то. А, там видно хорошо. Все стулья, столы затопливные. Наконец мы выбрались погулять. Так, за детьми надо посматривать. Дошли. Мы в районе, так скажем, тусовочном и таком не очень комфортном. Ну, это проще говоря, да. Грубо говоря, в непростом районе мы находимся. Живем, вернее. В Fortitude Valley это тусовочный район, где клубы, секс-клуб, всякие вечеринки и так далее. Короче говоря, бомжей куча и всяких маргиналов. А здесь прям, сколько, полчаса пешком, грубо говоря, спокойным шагом, 25 минут, быстрым шагом. Входится район New Farm, да. Он прямо на берегу реки находится, поэтому он пострадал, кстати, от наводнения. И мы пешочком решили прогулять детей, потому что они уже с ума сходят. С ума сходят дома из-за того, что не в школе, не в садике пока. Мы решили их прогулять такой путь. 2,5 километра, 2,3. Вот дошли, здесь парк огромный есть, классные теннисные корты, детские площадки вообще. Потом к речке подойдем, посмотрим. Ну, видно, что пострадала, только вот вода отсюда ушла, потому что и в домах видно на первом этаже везде вода была. Вокруг частные дома то, что стоят. Это старый район. Это старый район, да, и старые дома все. Ну, вот, хороший район, классный здесь в тенечке, конечно, потому что парит. Помимо влажности из-за того, что все испаряется, сейчас солнце светит. Еще и температура, я не знаю, сколько сейчас. Ну, очень жарко, да. До 31 сегодня обещали. Так что вот так. Ну, тенечки неплохо, я скажу. Влажность и влажность, а так, да. Там более новые частные дома стоят. Там повыше, кстати, видно. Возможно, его даже не затопило, он в гараже. А вообще у нас сегодня уже третий день. О, птички. Да, разговаривают. Птицы оборзевшие ходят, попрошайничают. Вот эти вот белые, белочерные вороны. Как их называют, я забыл. Вот они ходят, попрошайничают. Привыкли, что их подкармливают. А так, да, пока все нормально. Чего мы уже успели сделать? Да, за вчера. За вчера мы банковский счет открыли. Банковский счет открыли. Это, в принципе, не сложно. Да, в форуме сегодня отправили бумаги Medicare. Это медицинское обслуживание, что было. То есть такое же, как у австралийцев. То есть это вообще всем необходимо сделать по приезду. Налоговые номера открыли, такс-номера. Потом что мы еще сделали? Попытались права поменять новозеландские. Да, права поменять целый гембель, целая проблема. Но это как бы сказали, можете на новозеландских области, сколько хотите ездить, потому что из-за ковида они продлили на неопределенный срок, можно не менять. Но мы хотим все равно поменять, как бы. Самый главный аспект – это постоянное жилье, потому что здесь, в Австралии, в твои права записывают твой адрес. В Зеландии по желанию, а здесь, в Австралии, обязательно записывают, как я понял. Поэтому они требуют подтверждения постоянного жилья. Как вот постоянное жилье найдем, так пойдем менять. Что еще? Ну и все, из основного пооткрывали, что могли. И все, теперь ждем по домам. Посылали несколько аппликейшенов. Несколько заявок, ждем, что у нас будет по домам. Завтра за машиной пойдем. Сейчас она на тренировке, стекла тренируют. Я дозвонился наконец-то, люди вышли на работу. И завтра, сегодня вечером она, по идее, должна приехать. Завтра мы едем за машиной. Я надеюсь, заберем, все оформим, все будет хорошо. Ну и будем тогда на колесах, тогда намного легче будет. Хорошая здесь такая площадка детская в этом парке, не фарм. Детям интересно. Здесь такая вот хорошая зона. Зона барбекю, столики. И вода очень близко поднялась. Здесь до сих пор не опускается. Сейчас подойдем поближе. Интересные какие-то плоды на дереве. Вообще, как будто картошка какая-то. Не знаю, надо почитать. Что это? Мы решили подойти, посмотреть поближе. Дети вообще не стручутся. Ничего себе, как вода поднялась. Что, он говоришь, но их не хотел слушать. Вообще. Марк, иди сюда. Марк, иди сюда. Где-то уже не хочу в такой дом. Вода буквально сравнялась с набережной. Кстати, все паромы отменены. Электрички тоже не работают. Работают только автобусы и кое-какие трамваи. Короче, сработала пожарная сигнализация во всем здании. Они говорят, что мы эвакуировались. Но в то же время по радио объявило, что оставайтесь пока, ждите следующей конструкции. Там ходит уже, короче, security, проверяют. Но запах Гарри идет. Тост кто-то спалил, скорее всего. Потому что запах горелого тоста идет. Именно сожженного. Я думаю, что ничего страшного. Но, конечно, в 7 утра такое... Вот так, вот. А еще на улице нет. В полиции еще. Погодка на улице, как раз для авапуации. Ах, да. Акзер. Приключения продолжаются. Так, ну что, приехали мы за нашей машиной. Да, нам налепили даже бантик. Вот такая. Ничего нормальная. Это у нас я. Ну что ты скажешь, Иван? Ну что сказать, нормальная машина. Нам подойдет, как бы... Тем более, на первые несколько лет очень даже на улице дождь идет. Сейчас будем думать, как нам ехать лучше. Так, сегодня мы изучаем район North Lakes и приехали в Икеа посмотреть. Вообще, здесь большой торговый центр. Первый магазин – это Икеа. Куда мы зайдем? Вот, еще мы сели на первый этап. Гуляем. Икеа здесь большая. Есть все, что хочешь. О, как раз нас интересует кровать. О, детей заинтересовали лампы. Очники. Тут много разных. Такие лампы. Да, симпатичная. 129. О, отдел ковров. Что-то напоминает. Шкуры. Так, это отдел кровати, мебели. Симпатичненько. Это гардероб. Прикольно, что Икеа делает уже такие вариации комнат. Вот там такая комната. Очень удобно. Мини-квартирка. Вон такая кровать. Стакана. Красивый вариант комнаты для мальчика. Для геймера. Поехали на новой машинке. Забрали, все. Ну, и как тебе? Ну, нормально. Нормально. Комфортно. Держит дорогу хорошо. И всякие прибумбасы, типа, руль сам поворачивается. Может следовать прямой линии. Не включаясь, он как бы едет. Забрали машинку, заехали. Затарились, наконец, по-нормальному в супермаркет. Купили мясо. Потому что нам лень что-то делать. А это мы для этого покупали. Это мы взяли такие, как они, как они называются? Бургеры. Да. Вот. Потом взяли вот такой турки фарш. Индюшачий фарш. Индюшачий. И взяли кебабы из баранины. Потому что готовить как-то совсем лениво. Да, и кстати, что нам нравится, здесь есть йогурт Данон. Вот. Это мне очень нравится. Потому что в Зеландии нет йогурта Данон. Здесь есть. Он очень вкусный. Вот для меня. Мне очень нравится. Вот. Вот так и милоши взяли. Яблоки, да. Яблоки, йогурты, морковки. Взял себе а-ля докторское. Ну, это вот мортаделлу. Колбасы, да. Колбасы на хлеб. Да, ну, детям вот такие йогурты. Они любят. Что-то они здесь стали. Да, и Даня в Аркции более стал. Да, они вот такие вот по доллару где-то по 80 центов. Годовной скидки. Так, морковка. Так, это было за полтора доллара килограмм. Ну, тут вообще, пока мы сильно не определились. Марк, пожалуйста. Что-то дешевле, что-то дороже. Что-то столько же шоя. Что-то где-то. Где-то местник. Деньку. Это пара булок. Они взяли. Деньку. Ну, груш парочку помидоров. Это пара булок мы взяли сегодня вечного съедим. Да, вот это, по-моему, 4 доллара стоило. Это дорогая кумара. 4 доллара стоило. Это опять же, а зашли в соседи, потом в магазин там 2 доллара. Да? Вот так вот. Да, ну, это где-то на скидке есть там. Ну. Что у нас там? А, вот такие булочки. Сколько они? По-моему, доллара 3 стоили для булочки. Я не знаю. Бананы. Бананы. Здесь где-то за 50 они стоят. Здесь бананы. Дело в том, что, как я понял, ввозить запрещают. Не, ну, только нормальные бананы. Не, выглядит хорошо. Плохо. Вот, что у нас еще там? Ладно, Иван взял. Какие-то огурцы. Польские. Да. Польский стоял. Сделано-то. А. Самый прикол. Польские огурцы, горки, да? А сделано в Индии. Вот такие польские. Цель-то ты взяли. Полби килограмм 11,50. А, сразу сложи. Да. Вот, что там еще по мелочи? Да. Крекеры. А, еще печенье. Дитя мороженое. О, бабе цветы. Мороженое, да, не купили. Что-то мы решили, что далеко мы ездили. Пусть еще раз поем и купим. А, это мы зашли в Вал. Здесь вот доллар с чем-то в этой салфетке были. А, что-то у нас еще. Ну, каша. Овес. Где тем Анкл Тоби? Пасху. 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 Я люблю газировку. Как это за один с чем-то? Это, нет, это рубль, рубль ровно получилось, доллар. Упаковка воды, это получилось 6 с чем-то, 8 бутылок. Да. Так мы брали вот такую по рублю в центре, здесь по доллару. За бутылку упаковка, понятно, дешевле будет. Да. Ну, а где-то еще, а паста где пропала? А, вон еще один пакетик. А, да, еще один. Там что-то еще. Так закупили на несколько дней, думаю, дня 4 точно нам хватит. Еще. Печеньки. Да. Авокадо. Авокадо 1, что-то 30 было, что-то такое. Да. В Зеландии авокадо подешевле, кстати. Ну, там тоже от сезона зависит. Ну, сейчас сезон идет, сейчас даже сюда приправу итальянские травы, клубнику, мы ее так не едим, и он ее с утра детям, когда завтрак готовит, кашу там добавляет, такие вот, еще, такие. Печеньки. В общем, это я себе взял на работу уж на следующей неделе идти, надо куда-то бутерброд склад сложить, что ли? Хотя написано вообще, если в офис, приходишь в офисе, там каждый день заказывают еду, еда бесплатная, можно пойти в офис, позавтракать, по обеду, то есть говорят, муж, когда хочешь, приходи покушай. Ну, точно. То есть, если работаешь недалеко от офиса, можно пойти. Это бутылку для воды, потому что, сами понимаете, обстреляют, там на жаркое воду, воду надо с собой брать, взял, на скидки там тоже была. Паста, два семья, по-моему, здесь паста. Паста, очередные печеньки, наконец-то вермишели нашел, когда-то продавались в Зеландии тоже, давным-давно пропали вермишели, мне очень нравится, я люблю с маслятой, очень вкусно. Ну, и это когда старшему, младшему, вернее, слили что-то готовить, и ничего нет, вот так вот разогрел и ребенок поел. Вот как-то так. Так, еще пачку вот таких вот хлопьев, кружочков, они, по-моему, что-то 6 с чем-то стоили. А вот, кстати, если по деньгам, вот у нас чек скоус, значит, там все нам обошлось 147 долларов, потом мы еще в Улвардс зашли, еще 25-38, и что-то там еще в Алде было, но там совсем было немного, да? Да. Что-то там было, не помню, до 10. Ну, в общем, это все обошло где-то в районе 180 австралийских долларов. Не знаю, что-то мы пока еще не определились, больше, меньше, столько же. Ну, вроде мы прилично купили, да? И вроде нормально. Посмотрим, как будет дальше. Ну, это без алкоголя, я завтра еще бутылочку вина себе докуплю. Алкоголь здесь в супермаркетах, в Квинсленде именно, не продается. Его можно купить только в ликерах, в ликероводочных магазинах, так что это отдельная колбаса, отдельно надо идти и отдельно покупать. На выходные я возьму бутылку вина, там, может, еще посмотрим сидр, если будет. Но это так, это уже отдельная. Тоже, кстати, покажем ликер, покажем цены.